Даже так, вы что-то конкретно, а мы любим. Приезжайте, если что. Вовремя церкви, Олег Григорович, нам указали, да не толку опряг, но не тувагу убить, чем моего книгу. Пастор Андрей, слово. Слово-то на пастор Андрей. Спасибо. Аллилуйя, дорогая церковь. Аллилуйя, дорогая церковь. После таких слов, конечно, можно не проповедовать. Не знаю, как так получилось, но все свидетельства, все слова, которые сегодня прозвучали. И тема моей проповеди. Они все идут в одном направлении, по одной теме. В рвет в одна пусока и по одна тема. Бог чудный, я не знаю, как это получается. Господи чуден, не знам, как все случилось так. Да, итак, давайте поговорим сегодня на такую тему. И да поговорим днес на одна тема. Стань героем веры. Стани герой на вера. Давайте мы откроем известную всем главу, 11-ю. Послание к евреям с 32 по 40 стихи. Мы утворим послание к евреям, 11 глава от 32 стих. Все нашли? Сичкилин, Америка. На болгарском есть на проекторе. Давайте я прочитаю. И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гидеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов. Угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими. Иные же замучены были, не приняв освобождение, дабы получить лучшее воскресенье. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все, и все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного. Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Аминь. Классные слова. Много добри думи. Давайте мы слоним сейчас наши сердца и помолимся. Да склоним наше сердце и да се помолим заедно. Драгое Господь, Отец Небесный. Драги Господь, Небесен Отец. Мы взываем Тебе сейчас в единстве. Убръщаме се к Тепе в единство. И молим Господь. И молим Господи. Открывай, пожалуйста, сейчас смысл своих слов, своего послания. Отвори не сега смысл на Твоите думи, на Твоето послание. Через это время, через это слово касайся наших сердец. Через Твоите думи се касай наше сердце. Укрепляй, пожалуйста, нашу веру. Укрепвай нашу веру. На примере Твоих библейских героев. Например, на Твоите библейские герои. Помоги нам становиться похожими. Помоги не да ставим таки в кытуцях. Помоги нам преобразовывать наш характер. Помоги не да преобразоваме наш характер. Вооружай нас этим словом. За все благодарим и молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, сегодняшняя тема для многих из нас, она не нова. В церкви мы постоянно говорим о вере. Мы молимся и просим у Бога крепкой веры. Сегодня вот Олег Григорьевич сказал, что такое вера. Давайте мы еще раз вспомним, что такое вера. Осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. А что еще мы можем сказать о вере? От чего она растет? Откуда она приходит? Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Вера от чего нет, а от чего нет от Слова Божьего. Аминь. Ну, я думаю, на этом можно закончить. Ну, а в смысле, что на того можем да приключить? Все основные вещи про веру мы знаем. Но основные вещи, что за веру, так и знаем. Да. Ну, все же я задержу немножко ваше внимание. Малко, что вы задержите внимание тоже. Итак, одиннадцатая глава. Все мы знаем, что эта глава посвящена только вере. Всички знаем, что единнадцатая глава на книгах евреи и посвятена на вера, само на вера. От первого до последнего стиха, описанным уже верой, как пример. От первого до последнего стиха, описанным уже верой, как пример. Жизнь этих людей не всегда была наполнена радостью, успехом, процветанием. Живота на тези хора не винаги был пылен с успех, процветание. Но в этой главе отмечены люди, которые верой победили мир. Но в тази глава са отбелязани хора, които са победили света с верата. То есть таким людям мир ничего не может сделать. То есть на такива хора света нищо не может да направи. В сегодняшнем отрывке... В днешний отказ... Среди огромного количества достойных людей, мужей, судей, и пророков, служителей... Измежда всички, които са достойные служители, пророци... Бог делает акцент именно на этих больших людях веры. Бог дава акцент точно варху тези големи хора на вярата. Бог избирает именно их. Бог избирает точно тях. Поэтому им оказана огромная честь. Затова на тях им дадена честь, Что их имена записаны в одиннадцатой главе послания к евреям. Четези имена записаны в книге таком еврейте, одиннадцатая глава. Записаны как люди с огромной верой. Записаны с акценту хора, с гуляма вера. Как вы считаете, хорошо, если чье-то имя записано в Библии? Как вы считаете, добре ли куда-то на някогу мы записаны имя в Библии? Ну, в том контексте, в котором записаны в одиннадцатой главе. Но в том же контексте, в том же пище в одиннадцатая глава. Говорим за това сега. Нам даже был длиннадцатарпослания. Да. Которая делами спаслась. Практически. Да. Очень здорово хотя бы один раз быть упомянутыми в Библии. Какое добре поневедное ждаст мои вспоминания в Библии? Опять-таки, Олег Григорьевич сегодня говорил про одного библейского персонажа. Как-то Олег Григорьевич днесся говорил за один библейский персонаж. Который указан в Библии только один раз и в одном месте. Какой-то я посочен в Библии, это саму веднащего в одно место. Это Иовис. Твой Иовис. И мы знаем его как образец молитвы. Не узнаем, как образец молитвы. Да. То есть он молился Богу о четырех вещах. То есть я молил на Бога за четыре ништа. И в книге, по-моему, Паралипоминон, первая Паралипоминон. И мыслят, че в первой летописе пишет, что Бог ответил на его молитву. Че Господь отговорил на неговата молитва. Итак, человек из колена Иуды один раз упомянут в Библии. Человек от колена на Иуда веднешно вспоминает его в Библии. И очень это здорово и почетно. И това е много добре и е много горшко. Что Бог ставит его в пример. Давайте вернемся к посланию к евреям. Итак, в одиннадцатой главе, с первого по третий стих, мы читаем, что такое вера. В одиннадцатой главе, от первого до третий стих, читаем, какова е вера. Да, апостол Павел говорит о том, что такое вера. Даёт определение. Апостол Павел давал определение на вера в тази глава. С четвертого по седьмой стихи мы читаем об истории об Авеле, Енохе и Ное. От четвертого до седьмого стиха читаем... Авель, Енох и Ное. За Авель, Енох и Ное. То есть это эпоха до Авраама. То есть у вас эпоха до преди Авраам. С какой верой они жили и что они сделали со своей верой? С какого вера соживали и как вас направили с тази вера? Написано, как Ной поверил Богу. Пистое, как-то Ной поверовал на Бога. То есть Ной поверил в невидимое. То есть Ной поверил в това, което не видял. Бог поверил Богу. Ной поверил в Бога. Ной поверил на Бога. Что будет дождь. Че ще има дождь. Когда на земле такого явления вообще не было. Когато на земята подобного явления не се случвало. Далее. С восьмого по девятнадцати стихи написано про Авраама, про его жизнь. Пише за Авраам, за неговия живот. С двадцатого по тридцать первые стихи написано о времени, об эпохе после Авраама. И от двадцати стих до края пище, всешно, за эпоху-то след Авраам. И в сегодняшнем отрывке с тридцать второго стиха мы говорим об эпохе судей и царств. И всешност, в днешний отказ говорим за эпоху-то на судей и царство. От тридцати вторых стих до края. Да. Читая этот текст, наверное, многим непросто понять и принять эти слова. Докуда читаем този текст, сигурно наповедчат от нас, и мы трудно да приемем тези думи. Каждое воскресенье, каждое служение мы слышим проповеди. Мы слушаем проповеди среди недели. Мы слушаем Божье Слово, читаем Библию. Из всего этого мы выносим урок. Мы учимся тому, каким человеком он должен стать. К чему я должен стремиться. Куда мне двигаться? В какой вере я нуждаюсь? Что мне делать, чтобы моя вера росла? Что мне предпринять, чтобы моя вера окрепла? Читая сегодняшний текст, мы понимаем, что это нелегко. Даже если я очень сильно захочу и постараюсь? Моя вера вряд ли будет такой же, как у перечисленных библейских персонажей. А что тогда делать? Отказаться от этой мысли? Избавиться от этого желания? На сегодня разница между моей верой и верой этих героев, она колоссальная. Это просто пропасть. Тогда каким образом я могу приблизиться хоть на чуть-чуть к уровню такой веры? И всъщност, аз тогда по каков начин мога да се доблежа понемалку до нивото над такава вера? Сегодняшний текст можно условно разделить на две части. Днешний текст можем условно да го разделим на две части. Первая часть. Первата часть. Это описание тех, кто победил мир верой. Это описание на тези, которые победили този свят с верой. Вторая часть. Вторая часть. Это те, кто перенес страдания и гонения и пережили смерть за свою веру. Които са были гонени и са переживяли смерть за своята вера. Давайте спросим себя по-честному. Да попитам и себе си, честно. Могу ли я утверждать? Мога ли аз доказвам? Что у меня тоже есть такая вера. Че аз също имам такава вера. Молюсь ли я такой молитвой? Моля ли се с такава молитва? В которой я прошу у Бога такую крепкую веру. В която аз моля Господа за такава силна вера. Такую веру, за которую я могу пострадать. Такава вера, от която мога да пострадам. Такую веру, за которую я могу подвернуться гонениям. Такава вера, от която мога да бъда гонен. за которую я могу получить большие проблемы, и даже получить угрозу жизни. Друзья, наверное, немногим хочется молиться и просить именно такую веру. Если после получения такой веры последуют и последствия. Правда? Мне тоже нелегко. Я как-то делился историей своей жизни, которые были далеко не очень хорошие и приятные переживания. Честно скажу, было нелегко. Но и сейчас, пройдя через все это, я не могу сказать, что опираясь на свой пережитый опыт, через свои определенные победы, что я ничего не боюсь, потому что я это пережил. Я знаю, как быть в подобных ситуациях. И знаю, что это нелегко. Знаю, что это по-настоящему трудно. Давайте посмотрим 35 стих. Допоглядным 35 стих. Итак. Жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождение, дабы получить лучшее воскресенье. Аминь. Жени приемаха мертвитесь и воскресенье, а другие бяха мочене, за что-то, за да получат по добро воскресенье, ты не приемаха да бодат избавене. Аминь. Аминь. Итак, здесь говорится, что жены получали своих умерших воскресшими. И тут все казалось, че жените, приемаха мертвитесь и воскресенье. Возможно, кто-то знает, или кто-то помнит. Может быть, някую из-за сей, что-то или си вспомнят. Историю вдовы и старепты. История-то на вдова и с репта. И факт воскресенья сына Санамитянки. И факт на воскресенье-то на сына Санамитянка. Это описано в 3-4 книге Царства. Това пище в 3-4 царстве. Эти две женщины получили воскресшими своих сыновей. Тези жени получили своих сыновей воскреснули. То есть их сыновья умерли. То есть техники сыновей са умряли. Бог через пророка Илию воскресил сына вдовы и сарепты. Бог через пророк Илия воскресил сына вдова и с репта. Да. А через Елисея он воскресил сына Санамитянки. А через Елисея и воскресил сына Санамитянка. Они это испытали и пережили. Те то вас испытали и преживяли. Друзья, сложно описать чувства и эмоции. Приятели, трудно да упишем эмоции и чувства. Когда ребенок твой умирает. Когато твой это дитя почиво. А родители становятся свидетелем этой смерти. А родители ставят свидетели на тази смерти. У Санамитянки, если не память не изменяет, ребенок умер, по-моему, на руках. А как он не грешил, то у нас Амитянка сына и пучина на право в рецете. Как вы думаете, это легко пережить? Представьте, да? Ваш ребенок умирает у вас на руках. У этих женщин хватило веры просить о воскресении своих сыновей. Аминь. Аминь. Пойдем дальше. Иные же замучены были, не приняв освобождение. И да врвим нататок. Други пак испитваха при смехе и бичуванне, а още и укови томници. Дабы получить лучшее воскресение. А. А други бяха мучени за что-то, за да получат по-доброе воскресение, те не приемаха да бъдат избавени. В Библии не написано про этих героев, про этих персонажей. Библия не пишет за тези герои, за тези персонажи. Но во время написания послания к евреям, но во время написания послания к евреям, весь народ знал о ком идет речь. Целен народ е знал за кого става дума. Люди знали эту историю. Хората знаеха тази история. И знали о ком говорит апостол Павел. И знали за кого говори апостол Павел. История говорит про семь человек. Историята говори за седем человека. Которые погибли, за свою веру. Они были растерзаны и замучены. В то время были пыточные стойки. Обычная практика тех лет. Если на пыточных стойках человек выживал. То есть он оставался живым и не отрекался от Иисуса. И му отрубали голову. Написано, что они могли внести денежный выкуп. И освободиться. Они могли избежать этих страданий и смерти. Но в сегодняшнем стихе написано, что не приняв освобождение. Наоборот, они с радостью перенесли все пытки и приняли свою смерть. За свою веру. Пойдем дальше. 36 стих. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу. Здесь говорится о пророке Еремии. Все читали его книгу. Аминь. Молодцы. Итак, в Библии написано, что он был наказан и сидел в яме. В Библии это пишет, что он был наказан и стоял во яме. Божий пророк. Божий пророк. Который вещал, передавал Божье слово и Божью волю. Который носил Божье слово, Божья воля. Который говорил не то, что люди хотят услышать. Который сказал, что нет в какой-то хоро, когда он слышит. В этом он был верный. В това е бил верен. Друзья, вы знаете, да, что его шея была закована в деревянную колодку. Знаете ли, че шията му е била в дървине? Колода? Еми била е закована с сисната с дървину. Нещо като кръг. Да. То есть человек тоже страдал за свою веру. То есть человек също е страдал за своята вера. И ни слова не сказал то, что люди хотели услышать. И не оказывал ни той дна дума на народу, кое-то искал дочуе. Кое-то искал дочуе. Да. Тридцать седьмой стих. Тридцать седьмой стих. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча. И так далее. С камани биваха убите, стрион притрите, смыки мочени. И така нататак. Побиваемы камнями. Как вы думаете, про кого это говорится? С камани биваха убите. За кого сеговоритова? Да, это может проговориться про Стефана. Но если говорить о Ветхом Завете, Скорее всего это говорится про Захарию. Сигурно се говори за Захария. Сына Иодая, священника. Сына на Иодая, священник. После того, как он передал слова Господа. След като е предал думите на Господа. Народ его побил камнями. Народ его бил с камнями. Вернее, забил до смерти. Всъщност биваха убите с камнями. Читая вот эти вот строки. Така то читаем тези стихове. Иногда не понимаешь, как Божий народ может дойти до такого. Мы же избранный народ, правда? Но когда человек говорит не то, что мы хотим слышать. Мы готовы его убить. С Захарией так и поступили. Дальше написано, что перепиливаемый. Про кого это написано? За кого это написано? Про пророка Исаия. В Библии не написано смерть его. В Библии не пиши за неговата смерть. Не описано. Но если почитать Толмуд. Но ако читаем Толми. Толмуд. Да, можно узнать, что царь Монасия, сын царя Иезекий. Можем да разберем, че царь Монасия царь Монасия сын царя Иезекий е сын на царь Иезекий приказал распилить пророка Исаию. И дал заповед пророк Исаия да бъде притрит. Представляете, да? Разбирате ли? Один из самых больших пророков Израиля. Един от най-големите пророци на Израилу. Стоят два человека друг напротив друга. Стоят два человека, един срещу друг. И ручной пилой пилят Божьего пророка пополам. И со срочен трион распилят Божьият пророк наполовину. Его распилили на две части. Распилили сегу на две части. Ужасная смерть. Ужасна смерть. Опять-таки за свою веру. Отново за своята вера. Дальше написано. Скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. После пищи. Мираха заклона не с нож, скитаха с овчей и козьей кожи и терпяха лещения, бедствия и страдания. Да, эти строки можем отнести к пророку Илии и Елисею. Тези стиховы можем даги отнесем к пророку Илии и Елисей. Да. Мы очень коротко посмотрели, какие люди подвергались гонениям, позору, испытывали голод, были в темнице. Кратко погледнахме к тому, какво са испытывали тези хора. Били са измочени, стояли са в темнице, убиваха ги. Они были зверски замучены и убиты. Били са жестоко убити. А теперь глядя на свою жизнь. А сега да погледнем на свою верующую жизнь. Жизнь в вере. На наше живот в вере. Скажите, как тяжело вам живется. Скажите, колко вы трудно доживете. В каких неразрешимых проблемах мы живем с вами. Какви неразрешимые проблеми имаме с вас. Каким гонениям за веру вы сегодня подвергаетесь. Какви гонения за веру днес испытываем. Конечно, сегодня тоже нам бывает нелегко. Да, днес все, что все случилось так, что не нелезно. Друзья, но никакого сравнения с тем, что пережили эти герои веры. Приятели, но никакого сравнения с того, которое сопреживали тези хора, какое-то соприсанное дух. Ну, не может идти речь даже. Не может дай ему думать. Согласны со мной? Аминь. Согласны ли ты со мной? Аминь. Вот, к примеру, если сейчас спросите Павла. Павел, ты с нами? Да. А когда всегда попитам Павел. Да. Ты можешь сказать, что ты сегодня несешь какие-то страдания или гонения за свою веру? А сколько тебе тяжело живется сегодня? Можешь ли докажешь, чем можешь гонения и за свою веру, и что ты живешь? А не дед прекрасно живется, конечно. Добрый мусор живет, естественно. Ну, иногда ты можешь сказать, что много работы, мало сплю. Да, у всех у нас есть работа, быт, семья, дети. Всички не имаме работа, бит, семейство, деца. Да, иногда даже хочется лишние 10-15 минут поспать. Даже по някому излишней 10-15 минут искаме да поспим. Друзья, но несмотря на все это, мы все равно не можем сравнивать уровень своих проблем с жизнью и смертью этих героев. Аминь. Герои, о которых мы сегодня читали, пережили до самой смерти все свои страдания только из-за своей веры. Друзья, возможно, кто-то знаком с ситуацией, когда в мусульманское стране люди переживают подобные сложности. Может быть, някой запознат с того, че в мусульманските страни подобные трудности могут быть случат. Когда один из семьи принимает Христа, семья от него отворачивается. Родители от него отрекаются. Дети его не признают. Децата не го приемат. Такие же проблемы могут возникнуть на работе. Его легко могут уволить. Друзья все отворачиваются. Всички приятели своего творчества за веру. Мы сегодня начинали наше служение со свидетельства нашего брата Эди. Все мы знаем, что он получил Божий призыв. Всички знаем, че той получил Божий от призыв. С человеческой точки зрения, если так посмотреть. У человечка так глядна точка, акупу гляднем. Какая Сирия? Как вас Сирия? Мне здесь хорошо. Добре мне только. Но Эди послушен. Но Эди послушен. Аминь. Аминь. Получил Божий призыв. Получил и Божий от призыв. Не исполнив его, он не может спокойно жить. Як он его исполни, не може спокойно доживе. Как вы думаете, легко ему там придется? Как мислите ли, лезь на лишнем будет там? Не, не, не. Ни в коем случае не хочу никого пугать. Не искам никого да го стряскам. В никакав случай. Но сложности есть. Но трудности има. В свете сегодняшних, текущих, горячих отношений, измежда всички тези горящие взаимоотношения, помимо всех проблем всплывает еще одна. Освен тези проблеми, има изникла още одна. Представляете, насколько Эдди будет тяжело говорить в мусульманской стране про Бога Израиля? Разбираете ли на Эдди колко, что ему трудно договори в мусульманската страна за Бог на Израил? Эдди, ты про кого нам говоришь? Эдди, за кого не рассказываешь? Про Иисуса? За Иисус? Про Бога Израиля? За Бог на Израил? Мы с ними воюем. Не воюваме со стях. Понимаете всю серьезность ситуации? Разбираете ли ситуацию таковко серьезно? Есть. Слава Богу, да. Слава Бога. И будет еще больше. Аминь. Аминь. Да, мы буквально вчера на нашем домашнем собрании Буквально вчера говорили на домашнем дуни собира, не? И мы так практически единогласно приняли решение, что наша домашняя церковь будет называться Сирия. И не единогласно решили, что наша домашняя церковь будет называться Сирия. Да, мы будем молиться за Сирия и за миссионера Эди. За Сирия и за миссионер Эди. Также по мере возможностей мы будем оказывать какую-то финансовую поддержку. Също така ще се опитаме да оказываме и финансова поддражка. Вот. Так что Эди. Так что Эди. Да. Наша домашняя церковь Сирия с тобой. Наша домашняя церковь домашняя церковь Сирия это степь. Друзья, мы сейчас с вами живем в Болгарии. Приятели, не всегда живем в Болгарии. Здесь свобода и вероисповедание. Только и свобода на вероисповедание. Нам не запрещено собираться в храме, молиться, прославлять, поклоняться. Не запрещено, собираем его в храм, да пеем, да прославим Бога. И в этом плане у нас есть огромная свобода. Мы не подвергаемся никаким гонениям. И вроде бы не нужна такая сильная и мощная вера. Потому что все хорошо. Но. Давайте еще раз посмотрим 32 стих. И что еще скажу? Недостает мне времени, чтобы повествовать о Гидеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках. Аминь. Если говорить о вере этих людей, написано, что не хватит времени. Есть еще очень много, что можно написать и сказать. Но апостол Павел ограничивается. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры. На каком уровне сейчас наша вера? Как вы думаете, мое имя может быть вписано сюда, в одиннадцатую главу? Мое имя может ли дописать в одиннадцатую главу? Моя вера дает мне привилегию и право быть записанным, дописанным в этот список героев веры. Мое вера, давали ли мы право, аз да бодас да записан до тези хора, в тази глава, дописан? Или нет. Или нет. Мы постоянно с вами говорим о вере. И постоянно говорим за вера-то с вас. Вера, 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 вера. Мы начали это служение с определения веры. И очень часто, когда мы говорим о вере, мы приходим к Аврааму. Какой жизнью он жил? Друзья, он был такой же, как и мы. Мы можем предположить, что он переживал те же чувства и эмоции, что и мы. Ему тоже бывало страшно. У него тоже, возможно, были сомнения. Были какие-то переживания и неуверенности. А правильно ли я поступаю? А надо мне вообще туда идти? Должен ли я принести в жертву сына? Как считаете, легкие решения? Да нет, не легкие. Скорее всего, если бы у Авраама сегодня спросить. Если бы он сидел здесь вместе с нами. Авраам, у тебя сильная вера? Скорее бы он ответил. Скорее всего. Да нет, вы что? У меня еще нет такой сильной веры. У меня еще остались вопросы, сомнения. И мы можете вопросы, сомнения, несигурности. Ну, когда пришло его время? Бог указал ему землю. Куда надо идти? Авраам сразу поднялся и пошел. Авраам был в послушании. Авраам и бил во послушании этого. Он вообще понимал, куда идет? То и разбирал ли она, когда я ворви? Он идет в неизвестность. То и ворви во внеизвестность. Были страхи, неуверенность. Били со страховое несигурности. Несмотря на это, Авраам в точности исполняет Божий призыв. Вопреки этого, Авраам исполнял Божий призыв. Сразу поднялся и пошел. Веднага и станул и си трогнул. Друзья, это и есть вера. Приятели, това и вера. Быть послушным Богу. Авраам выбрал правильное решение. Руководствуя Словом от Господа. Друзья, вера — это быть послушным Господу в ситуации. Приятели, вера — это быть послушным на Бог в ситуации, когда мы не можем контролировать ее. Когда не видно и непонятно. Когато не виждам и не разбираме. Оставаться в послушании Богу. Да будем послушны на Бога. Друзья, как поступать, когда есть сомнение, страх и неуверенность? Приятели, как да поступаем, когда има несигурности и страховые? Могу ли я делать правильный выбор и принимать верное решение? Могу ли я да приемам правильные решения, да поступам правильно? Быть послушным Богу, которого не видишь глазами. Да будешь послушен на Бога, когато не виждаш с собствените очи. Быть в послушании и доверии. Да будешь в послушанието и в доверието. Это и есть живая вера. Това е живата вера. Вера — это когда в тебе объединяются видимое и невидимое. Вяра — это когда в тебе объединяются видимое и невидимое. Когда мы совершаем акт веры, мы добровольно отказываемся от контроля над собой. Вера — это отказ от нашего настойчивого желания узнать Бога только разумом и увидеть Его глазами. Вяра — это отказ от нашего твърда желания да познаем Господь само с мозъка си и да Го видим. Есть такое выражение, да, у неверующих? Пока не увижу, не поверю. Има такъв израз при неверващите. Докато не видя, няма да повервам. Друзья, это не про нас. Приятели, това не из-за нас. Бог — наш Творец. Господь — наш Творец. Он знает все, что мне нужно. То есть знает всичко, откуда это си нуждаем. Аминь. Аминь. Можем громко сказать «Аминь». Можем ли высоко докажем «Аминь». Он покоит меня на злачных пажитях. Аминь. Поэтому можно полностью доверяться Богу. За това не наполно можем да си доверим на Господь. Если ты получил что-то, то, что просил у Бога. Ако ты получил нечто, за кое-то си молил Бог. Это хорошо. Това е добре. Если не получил что-то, то, что просил. Ако не си получил то, за кое-то си молил. Это тоже хорошо. Това ссу, что е добре. Потому что Бог лучше знает, что тебе нужно именно в этот момент времени. За что-то Бог знает по-добре, от какого си нуждаешь точно в това время. На это можем сказать «Аминь». Можем ли докажем «Аминь» на това? Бог действительно знает, что нам нужно. Бог сигурно знает, от какого си нуждаем. Когда я готовился, я прочитал одиннадцатую главу в переводе Стерна на иврит. Когато се готових за тази проповед, прочетох одиннадцатая глава в превода Стерна на иврит. И вся глава у нас написана вера. И цялата глава пише «Вяра». Для евреев написано «Доверие». За евреев пише «Доверието». «Доверието към Бог». Хотите понятия, а не и близки? Вопреки, че тези понятия са доста близки. Доверяться ты можешь только самому близкому. Да се довериш, можешь само на най-близък човек. Аминь. Итак, конечно, мы с вами призваны жить, строить семьи, трудиться, воспитывать детей. Друзья, но для веры это еще не все. Вера — это жизнь в послушании. Не жить, как я хочу. А жить по воле Бога, как Он хочет. Выбирать то, что Бог хочет. Принимая Божьи решения, мы можем стать одним из тех людей, о которых мы прочитали сегодня. Друзья, написано. Это люди, которых весь мир не был достоин. Пише, че Целия свят не был достоин на тези хора. Понимаете, да? На одной чаше весов весь мир, а на другой чаше весов эти люди, их вера. А на другата чаше са тези хора и тяхнута вяра. И весь мир не достоин и не стоит той веры, которая была у этих героев. Целия свят не достоин и не струва такова вера, куя тут те саимали тези герои. Для них Бог был единственной надеждой. За тех Бог и был единственной надеждой. Ни положение, ни статус, ни финансы. Ни то статута, ни то финансите. Мир не имел никакой ценности для них. Святой не имел никакого ценност за тех. Аминь. Давайте посмотрим 38 стих. Сега да прочтем 38 стих. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущелям земли. Аминь. Те, за които святът не беше достоин, се скитаха по пустыням и планините, по пещерите и рововите на земята. Аминь. Да. Те, которых весь мир не был достоин, скитались, бегали, терпели лишения. Те, за които святът не беше достоин, се скитаха из пустыням и терпяха различни лишения. Несмотря на гонения, герои не отказались от своей веры. Вопреки гоненията, те герои не са се отказали от своята вера. Не са се отказали от своето решение да бъдат послушни на Бог. Пророки, които погибли за веру, несмотря на мучения, все равно выбрали смерть. Вопреки те мученията, те пак избраха смърта. Потому что имели Слово от Бога, Его обетование и Его обещание. Защото те са имали Словото на Бога и Неговото обещание и Неговото обетование. Если мы живем с вами верой, а ку живеем во вера, с верой, мир не может нас победить. Приятели, свято не может да не победить. Мир не сможет вам ничего сделать. Свято ничто не может да ви направили. Потому что мы живем не ради себя. Защото не живеем за Себеси. Мы живем ради Славы Божьей. Живеем за Божьей и Слава. Исполняя Его желание и Его план. Друзья, список героев веры 11 главы можно продолжать. Мы с вами тоже можем записать свои имена в этот список. Я благословляю вас именем Иисуса Христа чтобы мы с вами жили такой верой, как была у нашего праотца Авраама. Аминь. Давайте склоним свои сердца и помолимся. Дорогой Отец Небесный, Боже, мы благодарим Тебя за Твои наставления. Благодарим Тебя за то, что Ты показываешь примеры веры. Боже Святый, мы просим Тебя помоги нам сокрушить свои сердца, свой дух, свою волю. И отдать все под Твой контроль. Дай нам, Господь, пребывать, жить только в послушании Тебе. Настрой, пожалуйста, наш дух, чтобы мы были чуткими к Твоему Слову, к Твоей воле. Да будем чувать на Твое Слово, на Твое волю. Помоги нам жить жизнью, исполняя Твой план. Помоги нам жить в послушании Тебе. Помоги нам жить в послушании Тебе. Благодарим Тебя за все, Господь. Благодарим Тебе за все, Господи. Боже, помоги нам стать настоящими героями верой. Боже, помогни да будем истински герои на веру. Даже если будет нелегко. Даже если будет очень трудно и страшно. Помоги нам не отступать от веры. Наоборот, нести эту веру и нести это Евангелие. А наобратно доносим тази вера, доносим това Евангелие. И побеждать этот мир крепкой верой. И да побеждаваме този свят с крепкой верой. Благодарим Тебя за все, Господь. Благодарим Ти за всичко, Господи. Превозносим Твое святое имя. Превозносим Твое святое И молимся во имя Иисуса Христа. Все молим в имя